Какое красивое утро, сквозь тучки пробивается солнышко, а совсем недалеко от берега лещатся дельфины. Видно идет стайка рыбы, а вот они. Чайки вокруг там. Раз, два. У нас такое красивое утро. Завтрак тоже может быть очень вкусный. Я люблю утром готовить в лаваше, различные начинки добавлять. Получается прекрасный завтрак. Обжариваем на сковородке. Можно и с творогом, с яблочком. И кусочки вчерашнего шлыка, если остались, можно с овощами, с сыром, как шаурму сделать. Сегодня у нас копченая колбаска с сыром, с овощами, с зеленью. Так что, приятного аппетита! Очередной день отпуска начинается. Приехали. Милюха наша согнала коз всех. Возьми Мильку. Погнула коз всех в горы. Сегодня мы находимся в Веленогорье. Каждый год отдыхаем морском и приезжаем сюда. Особенно здесь красиво весной, когда вокруг все зелено. Здесь находятся урочище Панагия, озеро Панагия и Арпадские водопады. Ну, в этом году небольшие новшества сделали. Облагородили территорию. В том году этого всего не было. Вот туристический маршрут, Арпадские водопады. Полностью на карте указано, где мы находимся, где находятся сами водопады. В том году мы дошли до каскада, по-моему, да? До этого места. Дальше мы не пошли. Вот. Ну, давайте посмотрим, что в этом году. При поддержке банка РНКБ. Видим, там написано, да? Такие красивые лавочки. Сразу описывают, какие птицы, какая живность здесь обитает. Вот. Ну, пойдем посмотрим. Этого забора точно в том году не было. Да как и входной группы, в принципе, так. Ну, здесь мы заглядывали в том году по мостику. Там поляна. Вот так симпатично выглядит тропинка. Воды в реке в этом году, конечно же, намного меньше. В том году просто мы попали в сезон дождей. Вот. Посещали в день, когда было солнышко, но после обеда начался дождь. Вот. И перед этим был дождь. Поэтому река была полноводной. Конечно, красиво выглядели все водопады. Так. Ну, вот эта беседка в том году была. Ссылку на видео с прошлого года я оставлю в описании к этому видео. Вот. Можно посмотреть до и после. Вот. Мангальная зона оборудована. Наверное, разрешаю тут устраивать посиделки с шашлыками. Еще одна появилась беседка. В том году была одна. Так что вот так оборудовано. Место отдыха крымский первоцвет. Вот сразу, что тут можно, чего нельзя. Везде информация, какие птицы, какие растения, животные обитают в этих краях. Так. Столб с указателями. Как красиво все сделали, а. Особенно, когда оно все новенькое еще. Природой, дождями не подпорчено. Очень красиво все. Вот еще одна мангальная такая зона. Смотри, как аккуратненько, да? Маленький столик на камушке, чтобы жарить шашлык было удобнее. Так. Ну, двигаемся дальше. Можевельники Крыма. Какие они бывают. У всех разные ягодки. Разный внешний вид. Вот такой можжевел на реке Бага. Мы ходим через такую можжевеловую рощу. Так. Вчера мы шли. Вот как раз новый свет. Можжевельник в таком виде. Вот. Такой вот дачный вариант у нас. Ой, а синие вот эти ягодки тоже где-то недавно прям много. Так. У меня как-то показано, где что растет. Да? Угу. Вот. Ну, собака нашла где водички испить. Так, идем дальше. Еще одна часть перил установлена, чтобы зеваки не свалились вниз. Раньше здесь была каменная кладка. Заборчик. Сейчас вот так сделали. Скамеечка для отдыха. Ха-ха. Ха-ха. Одна, вторая. Интересно. Так. Приближаемся к первому. А, нет, я думала здесь уже начинаются водопады. Нет, еще. Идем дальше. Вижу впереди еще один участок. Участок оборудованный по-новому. Прогуливаться здесь одно удовольствие из-за того, что много деревьев. Тенечек. Рядом журчит вода. Какой мост сделали красивый. Слушайте, ну это красота, конечно. Смотрите, какие сделали мостки. По лесенке аккуратненько иди. Не упади. Слушайте. С прошлым годом это небо и земля. Как сделали. Здорово. В том году мы наверх поднимались по железной лестнице вертикальной. В этом году ее заменили вот на такие деревянные. В прошлом году тропинка проходила здесь. Обходили это дерево и поднимались потом по вертикальной лестнице. А в этом году, конечно, порадовали. Спасибо тем, кто сделал так. Это очень круто. Ну вот водопады. Каскад водопадов. Сегодня вот мы в Зеленогорье. Посмотрите, как красиво сделали. Теперь прогулка к водопадам арпадским наставляет только удовольствие. Нет этих железных лестниц скользких. Вот здесь мы в том году поднимались. Вертикальная была железная лестница. И на вот этот вот помост из бетона выходили. Но было страшно. Даже те, кто не боятся высоты, опасались спускаться и подниматься по этой лестнице. Так что вот так красиво обустроили арпадские водопады. Приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь. Сзади, за спиной Зеленогорье. Мы продолжаем изучать местность. Я еще шла, думала, как мы с собакой покорим эту лестницу железную. А оказалось, уже все сделали, чтобы люди с маленькими детками, со своими питомцами могли спокойно здесь прогуливаться. Вот. Лавочки. Крутяк. Ну, это ж совсем другое дело. Вон сделана. Лесенка какая, аккуратненькая. В том году все это было просто, ну, природные ступени. Помост. Ой, этот поручень установили железный. Вообще. Вообще. Круто. Идем дальше смотреть. Сюда можно взять купальный костюм. Вот здесь можно окунуться. Можно без костюмов. Да, да. Ха-ха-ха. Пока никого нет. И без костюмов, да? Так. Идем дальше. Смотрите, как удобно сделали. То есть все это раньше по скалам преодолевалось, а в дождь камни становились очень скользкими. Ой, как красиво. Вот такой интересный маршрут. Арпадский водопад, 1350 метров. Но мы в этом году туда не пойдем. были в том году. Все можно увидеть в моем видео по ссылочке в описании. Мы прогуляемся по краешку здесь. Возле каскада водопада. Ой, а здесь мы, помнишь, перепрыгивали где-то? Мили. Как корова на льду. Здесь не нужны слова. Здесь просто надо любоваться окружающей тебя природой. Реально очень красивое место. Летом, к сожалению, здесь нет воды. Ну, либо стараться попасть сюда после сильных дождей. Тогда застанете бурлящие потоки. А так... Милюш, давай, запрыгивай. Милюш, иди сюда. Что там по поводу прыгучести? Опа! Молодец! Молодец! Поднимаемся выше везде. Буквально на каждом шагу стоят лавочки. И очередной мост впереди. Вообще, небо и земля с прошлым годом, конечно. Рекомендую на все сто процентов эту прогулку. Молитая шаговая алипистя, Молитая шага. Случайная москоперка. Опа! Буквально на всяких сахара. Молитую на одну шагу. но это будет очень даже иностранно. Но до этого застанет, Что мы взяли в дождь? Субтитры подогнал «Симон» Это было летом, было так прекрасно Началось всё это, как в волшебной сказке Вместе улетели небо голубое Обо всём забыли, были мы с тобою Где-то летом звёзды нам улыбались Где-то летом наши мечты сбывались Где-то летом звёзды нам пели песни Где-то летом были с тобою вместе Пойдём Одну достопримечательность мы уже посмотрели Сейчас покажем Пройдя немного от стоянки Вот оно внизу Попадаете на дамбу перед озером Вот оно во всей своей красе Озеро по ноге Над озером проходит троллей Есть возможность покататься на катамаране По озеру Ну и конечно же покупаться и позагорать на берегу Вот здесь ещё мосток такой, с которого попрыгать можно Красивое озеро Ещё сейчас как раз в такое время пришли Когда оно имеет бирюзовый свет Сюда надо приехать на полденька хотя бы Спокойно прогуляться по водопадам Посидеть на берегу озера Как всегда живописно прогуливается по склону козочки Так Ещё нужно покупаться с таким видом шикарным Только в Зеленогоре Пойдём и спробуем водицу Ну а мы купаемся Плескаемся Ой красота Классно Ну и когда людей приходит много Здесь весело Все стараются прокатиться над озером Вот кто-то на катамаране уже катается А кто-то поднялся на гору Не поленился И катается на качели Вот так вот С видом На Зеленогорье Всё-таки решила я подняться К качельке Чтобы снять вид Какой откроется с ней На Зеленогорье Так ну что друзья Перевела дух Поднялась я на гору В Зеленогорье Откуда открывается Вот такой Красивенный вид И здесь Находятся Огромные качели Где можно покататься И полюбоваться Просто сумасшедшей красотой Пейзажами Посмотрите Разве это не чудо Ну и вид почти от первого лица Вот так вот будут выглядеть По катушке в Зеленогорье На горе С видом На округ Здорово Сделали Качели Огромные А вид Сумасшедший Место С потрясающими видами Покидать его Не хочется Уходить отсюда На самом деле Очень красиво И озеро сегодня Такое бирюзовое Как раз вот Время дня Когда оно В таком цвете Ну пойдем вниз Окинем взглядом Эту красоту Ну разве не чудо Так прокатиться Еще одно место Которое обязательно надо посетить Будучи в Зеленогоре Музей языков мира Здесь можно услышать Семь тысяч языков Увидеть сто Письменностей Прикоснуться к уникальным экспонатам И узнать много интересного Если повезет Попадем Нет, то в следующий раз Пойдем спросим Единственный в России И один из немногих в мире Музей языков мира Ой, как красиво Ой, не передать Аромат Пахнет Пчелки жужжат Вокруг Сезон черешки Сейчас в Крыму Ветки ломятся Времени приблизительно От получаса Стоимость взрослого билета Триста рублей Добрый день Вот он, вход в музей Приятный молодой человек Встретил нас Сейчас пойдем на экскурсию Начало экскурсии Ю-ху Ой, какой колокол В триколе Слониках Интересует Гостеприимные хозяева Нам сделали Обзор краткий И дальше Мы уже все Изучали сами Также экскурсию Можно пройти С аудиогидом Или с основателем музея Мы сейчас посмотрим Как этот оптический телеграф Напишет Название моего канала От музея Какой-то детский восторг Обязательно Если будете В этих краях Идите в этот музей Особенно с детками Единственный момент Мы были вдвоем С мужем И то Мы друг другу мешали Нажимая на Миллион кнопочек И слушая все звуки Огромное преимущество Этого музея Что на все кнопочки Можно нажимать Кашуцкий язык Болгатский Давайте послушаем Исчезающие языки Язык Маори Так Язык И ногтикут 35 тысяч Владеют Только этим языком Гавайский Владеют этим языком Всего 27 тысяч Можно По всем кнопочкам Нажимая Тафа Ларский Один человек Владеют И вот так вот Все кнопочки То есть тут Нажимаешь Безнообразие Звучание Фонетические Особенности Языка Саша Слышишь Глобус Можно Рассмотреть Крутя Глобус Дальше Гарамут Сигнальный Барабан Такие палочки Говорящие Барабаны Западной Африки Что прикольно В этом музее Можно Все Трогать В камне Так Это Бенгальское Письмо То есть Здесь На камнях Все Языки В письменном Виде Скажем Керинчи Авестинский Лафавит В языке Крыма Крымчатский 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 Механический Компьютер Феликс Арифмометр Выпускался ВССР С 1929 По 1978 Год Представляете Смотрите Как красиво Язык цветов Даже Тех или иных Значений Цветами Цветами Растения Было Свойственно Многим Культура Узелки Не просто Узелки Кипу Древняя Мнемоническая И счетная Система Инков И их Предшественников Живших В горной Системе Анды Ничего себе Это наверное Библиотека Такая Круто Организм Какой Вот когда Крутится Все это Вот так Выглядит Крестяные Грамоты Раньше Передавали Информация Так В музее Даже Есть Словарь Ненормативной Лексики Русского Языка Но Вот так Он Здесь Упакован Чтобы Никто Не узнал Что Это За слова Такие Надо Столк Да Так Что Вот так Выглядит Первый Этаж Этого Музея Обязательно К посещению Друзья Музей Языков Мира Удовольствие Получите 100% Вечерний Натюрморт Правда Еще Без Костерка Но Уже Хорошо Скоро Будет Шишелчок Да И те Люди Которые Любят Отдыхать В люксах И пить Дорогое Шампанское Можно Комментарии Не оставлять Мы Отдыхаем Вот так Как же Красиво А лето Это Маленькая Жизнь Вот так Маленькая